Всем привет! В нашем прошлом видео по PES21 мы делали обзор российской премьер-лиги в игре. В комментариях многие просили рассказать и об украинских командах в PESC, и мы с удовольствием выполняем эту просьбу. В этом ролике посмотрим, как обстоят дела у Динамо и Шахтера в сезон апдейте, и заодно посмотрим и на сборную Украины. А ты напиши в комментариях, играл ли ты уже в PES21 и какие впечатления у тебя остались от него. Друзья, вы можете получать еще больше удовольствия от спорта. Париматч перешел на новую технологичную платформу, и в сетке нашего легального партнера есть события по футболу, хоккею, UFC и вообще огромному числу спортивных соревнований. Новый инновационный, удобный и быстрый сервис уже доступен по ссылке в закрепленном комментарии. Там же горячая акция. Вам будет начислен бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет. Количество бонусов ограничено. Главное, не забывайте пройти верификацию до конца, чтобы получить максимальный бонус. И играйте ответственно. Итак, Динамо и Шахтер уже традиционно уютненько расположились среди команд других лиг Европы. Но это там же, где обитает Самара-ЗБС. Начинаем с Динамо. У киевлян 3,5 звезды из 5. И давайте для начала пробежимся по реальным лицам. Канами сделали фейсы Никите Бурде, Томашу Кинзоре, Виталию Миколенко, Сергею Сидорчуку, Виктору Цыганкову, Бениамину Вербичу и Йосипу Пиваричу. Самый сильный игрок в команде – Цыганков. Ему выдали рейтинг 80. За ним расположился Вербич с рейтингом 78. Тренером у киевлян все еще значится Михаиличенко. По умолчанию команда играет на вымышленном Канами-стадиуме. Еще одним украинским коллективом в ПЭС уже привычно для всех стал Шахтер. У Горняков 4 звезды, как у неплохой гостиницы. И давайте заглянем внутрь нее. С реальными лицами в команде Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос, Тайсон, Жуниор Мараес, Монор Соломон и Евгений Коноплянко. Самый рейтинговый игрок этой банды – Тайсон. У него общий рейтинг 82. Следом за ним идут сразу три игрока с рейтингом 81. Это Исмаили, Марлос и Жуниор Мараес. Шахтер, как и Динамо, числится на Канами Стэйдиуме. Тренер команды – Луиш Каштру. Здесь все сходится. В битве по количеству геймфейсов в ПЭС-21 Шахтер побеждает Динамо со счетом 11-7. Переходим к сборной Украины. Там, кроме уже вышеназванных сборников из Динамо и Шахтера, реальными лицами владеют Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Андрей Лунин и Роман Яремчук. Суммарно Канами сделала 16 геймфейсов для сборной Украины. Самые рейтинговые игроки национальной команды – это Марлос и Морайес из Шахтера. У Ярмоленко рейтинг 78, у Зинченко 80. Из футболистов, которых нет в сборной Украины, геймфейсы также есть у Дмитрия Чегринского из Аэка, Ярослава Ракицкого из Зенита и Артема Кравца, который вернулся в Динамо, но в ПЭС пока числится в Кайзере-споре. Продолжает забавлять своей афроамериканской внешностью Николай Морозюк. В целом для украинских поклонников футбольных симуляторов в ПЭС-21 созданы достаточно благоприятные условия. Динамо и Шахтер не просто присутствуют в игре, а и имеют достаточное количество футболистов с геймфейсами. Также в их составах много молодых талантов, которых при желании можно будет подписывать в свои клубы в рамках мастер-лиги. В отличие от серии игр FIFA, в ПЭС есть и сборная Украины с лицензированной формой, солидным составом и большим количеством игроков с реальными лицами. Так что если для наших украинских зрителей главным фактором при выборе футбольного симулятора является возможность поиграть за грандов УПЛ и национальную сборную, то несомненно стоит выбирать ПЭС, где поработали над этими вещами значительно старательнее. В FIFA 21 не стоит ждать сборную Украины, ну а в Динамо и Шахтере ограничатся парой-тройкой геймфейсов. Жми на лайк, если хотел бы увидеть на нашем канале обзор национальных сборных с постсоветского пространства. Подписывайся на Кибербол и будь в курсе всего самого интересного из мира футбольных симуляторов. До связи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok